Живописный уезд Фэнцзэ расположен на реке Янцзэ в трёх сотнях километрах от Чуньцина. Раньше он специализировался на сельском хозяйстве. Теперь в районе с миллионным населением развивают информационные технологии. Всё началось с интернет-гиганта Байду, который открыл Фэнцэ центр аннотации данных. Мы первая компания в сфере искусственного интеллекта в уезде Фэнцзэ. Мы создали здесь 500 рабочих мест. Анотация или разметка – это написание пояснений к данным, необходимым для обучения искусственного интеллекта. Занимаются этим люди. Найти специалистов родом из Фэнцзэ оказалось несложно. Они рады вернуться в родной уезд, чтобы помочь родителям со сбором и реализацией урожая апельсинов. Когда новый урожай готов к продаже, мы выбираем время, которое не конфликтует с нашим рабочим графиком. Многие молодые люди раньше работали в больших городах. Из-за нехватки рабочих рук местные апельсины оставались нераспроданными. Присоединившись к нашей компании, они могут поддержать семьи в продаже апельсинов, сохранив рабочее место в нашей компании. Апельсины Фэнцзэ сейчас продают в основном через прямые трансляции в интернете. Оптимизировать такие продажи также помогает искусственный интеллект. Всего в уезде 44 компании из сферы больших данных. Я не осознавал, насколько наш уезд изменился, пока сюда не приехал. Увидеть здесь ИИ-компании было сюрпризом. Такие высокие здания были редкостью в нашем маленьком уезде. Приход таких больших компаний дал большой толчок местной экономике. Если для возвращающейся в УЕС молодежи трансформация и его экономики сюрприз, то для властей Фэнцзэ это результат многолетней и кропотливой работы. Мы выдали в общей сложности 36 миллионов долларов займов 162 техкомпаниям на развитие экономики знаний и гарантировали еще 18 миллионов долларов кредитов для поддержки развития предприятий. Двигаясь вперед, мы фокусируемся на ускорении формирования производительных сил нового качества и укреплении лидирующей роли предприятий в инновациях. В планах местных властей привлечь еще более 100 высокотехнологичных компаний и создать от 3 до 5 тысяч новых рабочих мест в ближайшие два года. Чен Лан Йоу, Си-Жи-Тиэн. В Китае начинается сезон сбора чайных листьев и на этой большой плантации растет один из самых известных сортов китайского чая Лонзин. Но я сегодня приехала сюда не ради самого чая, а чтобы своими глазами увидеть, как листья этого растения собирает специальный работник Робот. Говорят, что он способен снять один чайный лист менее чем за 2 секунды. Неужели это правда? Для проверки его способностей я сегодня специально пригласила Чинг Фун Ди, которая уже более 60 лет занимается сбором чайных листьев. Поехали. Поехали. Добро пожаловать в Казахстан! Как обосудят тела у робота? Сборка роботом чая проходит в два этапа. Это обрезка побегов и всасывание листьев через специальную трубку. На конце роботизированной руки есть маленькие ножницы, которые точно позиционируются с помощью 3D-камеры. После срезания побега через трубку на конце роботизированной руки листья чая попадают в корзину. По объему можно увидеть, что первое место завоевала наша опытная сборщица Кингфон-Ти. Давайте сравним по качеству. Можно видеть, что собранный вручную чай очень однороден. В основном это одна почка и один лист. При машинном сборе почки тоже как будто распознаются. Роботы также придерживаются стандарта одна почка и один лист, но иногда все же встречаются лишние листья. Но я могу сказать, что это очень хороший результат. Хотя фактически сборщицы на данный момент делают свою работу немного ровнее. И здесь безо всяких сомнений первое место заняла опытная сборщица чая. Однако нужно понимать, что для роботов производить тонкую работу по сбору чая на таком уровне уже прорыв. По словам Чэнцена, технологии для сбора чая – один из самых сложных в области сельского хозяйства. Цвет самих листьев чая похож на стальную листву. Листья очень маленькие. Если собирать чуть выше, там они еще не сформировались. А если чуть ниже, то будут сняты лишние листья. Роботы должны быть очень точными. Допустимая погрешность – 3 миллиметра. И этого легко добиться в заводских условиях. Но мы находимся в естественной среде. Цвет постоянно меняется. Иногда дует ветер, а листья растут очень плотно. Есть много неконтролируемых факторов, которые усложняют задачу. К тому же, для 500 граммов чая нужно собрать примерно 40 тысяч таких листьев. Поэтому к этим машинам предъявляют высокие требования по точности и скорости. И роботы для сбора чая обладают самыми высокотехнологичными характеристиками в сельском хозяйстве. Чайные имплантации стали площадкой для исследований не случайно. По словам ученого, роботы призваны помочь справиться с дефицитом рабочей силы в этой сфере. Например, в 2022 году у провинции Джейцзян требовалось полтора миллиона сборщиков чая. Но при этом их фактическое количество уменьшается. По нашим данным, средний возраст сборщиков чая сейчас составляет около 65 лет. Этот показатель растет с каждым годом, поскольку молодые люди не очень охотно идут в эту профессию. Роботы-сборщики чая все еще находятся в этапе исследований и разработок. По прогнозам ученых, примерно через 3-5 лет такой робот может получить широкое применение на плантациях рядовых производителей чая. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова